Кирилл и Александра Пормон, минские художники арт-студии Алмира, с немалым стажем занимаются монументальной живописью, в которую присутствуют черты как традиционной фрески, так и современного стрит-арта уже не первый год. Но поработать над проектом патриотической направленности не приходилось, но мечталось. Мечты, как правило, сбываются. У нас были исторические работы тоже в разных городах Беларуси. Очень приятно, когда администрация проявляет такую инициативу, украшают города, здания. В последнее время это стало очень популярным, и нам, конечно, очень приятно принимать участие в таких проектах. Что касаемо военной тематики, это впервые. Изначально предполагалось изобразить на стене дома только портрет легендарного защитника Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова. Уже после утверждения проекта он предстал в том виде, который мы сегодня наблюдаем. Все символично. Вверху портрет Петра Гаврилова, под ним листы с историческими фактами, крепость, как символ героической обороны, и часы, которые символизируют связь поколений. Исполнение проекта – какое-то трепетно изысканное, проникновенное, притягивающее взгляд. Кстати, планировалось, что проект будет представлен Брещаном в полной готовности к дню освобождения. Но сработал погодный фактор. Но ведь не дата важна в данном случае. Это проект, проект от сердца, от души. Это проект, который мы хотели бы подарить городу в сегодняшний праздник, в сегодняшнюю знаменательную дату, дата освобождения Бреста. Основная его задача, конечно, увековечивание памяти брестских мужественных защитников, защитников Брестской крепости. Наша идея, мы предложили городу этот проект, мы спонсировали этот проект, заключалась как раз в том, чтобы донести память, сохранить память до молодого поколения. Чтобы в их памяти остались лица тех людей, которые обеспечили наш сегодняшний мир, наше сегодняшнее, на мой взгляд, прекрасное существование здесь, вместе, в дружбе между Россией и Беларусью. Сам, наверное, не ожидал, что получится так вдохновляющий этот проект, потому что, действительно, он патриотический. Надеюсь, что тоже молодежи все-таки будут напоминать о тех событиях страшных, которые происходили в 40-х годах, когда шла война. И все-таки эти уроки забывать не нужно. Поэтому очень, наверное, символично, что на улице Гаврилова появился практически уже закончен мурал Петра Михайловича Гаврилова. Пока жива память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, живы и они. Как верно звучит эта фраза. И вот такие проекты, созданные совместно, Московская администрация города, Российским центром науки и культуры, в данном случае, и талантливыми исполнителями, художниками Кириллом и Александром Пормон, это тот случай, когда память о героях сохраняется и когда выполненная работа приносит удовлетворение. Оценил работу художников и председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Маскара города формируется нюансами. Вот из таких элементов, из таких нюансов, и у нас особое восприятие, особое и все города. В данном ситуации, с учетом фуа, зданий, можно сделать визуализацию героям защитника Брестской крепости. И это так эстетично и качественно, как у нас большой праздник. Реально очень хороший прецедент, и я не сомневаюсь, что мы дальше будем готовиться, потому что мы молодые, молодые ребята, мы будем ракутировать, и дальше вот этот вид, ну, не знаю, наверное, не искусство, а эстетики. Творчество. Творчество нашего города. Кириллу Александре Пормон, художникам и просто замечательным людям, Александр Рогачук, вручил книгу о Бресте с добрыми пожеланиями. Брест прекрасный, мы влюбились в этот город, он зеленый, здесь очень много зелени, очень много растительности. Ни в одном городе я очень много путешествовала, я не видела столько зелени, и это прекрасно. И очень добрые люди, конечно, невозможно не заметить. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Александр Макаревич. Новости Бреста. Новости Бреста.